привет всем кто зашел ко мне на канал сегодня хочу предложить такую тему услуга или мошенничество расскажу вам одну историю ситуацию в которую я попала в россии и объясню как я ее вижу вот с европейской точки зрения все из жизни все по живым следам так вот послушайте дело было в сочи во время моего летнего отпуска хороший был вечерок и мы с анькой с моим сыном решили прогуляться вот так спонтанно просто по набережной по вечерней было чудесно мы шли наслаждались погодой и природой и вдруг увидели таких как сказать наряженных персонажей с такими большими головами одна голова лошади одна голова осла по моему они сразу к нам подбежали и начали нас значит развлекать какие-то шутки нам говорите предлагать с ними пофотографироваться в общем а так они нас развеселили повеселили пару минут минут и две наверное мы с ними пофотографировались и потом они закончили свое представление и давай с нас требовать деньги а я к этому совершенно не была готова но не то что я прям уж совсем не была готова в какой-то момент я заподозрила они травили свои шуточки и что-то они мне сказали про маникюр ой какой у вас дорогой маникюр у меня маникюра нет и не было на тот момент и тут мне как-то закралась то есть они хотят мне польстить понравится может они деньги будут требовать а у меня даже мысли такой не было что за это можно еще и спросить деньги я такая говорю да вы что ребята какие деньги ну как же мы старались и вот они начали и вам было так весело и мы старались мы вас развлекали а санки моему реально понравилось он там хохотал и все такое тут я говорю а сколько же интересно вы просите за вашу услугу они мне выдают такую цифру 1500 рублей я обалдел я даже на месте говорю да вы что они дорого нет нет все хорошо мы старались а как вы думаете мы там с этими головами как мы развлекали вас да и вот продолжают вот в этом вот тони быстром каком-то шутлеевом и на меня наищать я говорю но вы знаете вообще-то нет мы не рассчитывали мы просто гуляли у нас и денег с собой нет ну как же денег нет а вот у вас же с собой телефон есть мы в двадцать первом веке и давайте платить можно через телефон можно с телефона на телефон можно яндекс деньги можно то все 5 10 мне прям сразу целую палитру возможностей предоставили но они не ожидали что мы из франции во франции все по старинке и никаких таких возможностей нет я вообще такого даже слова не знала яндекс деньги у нас я вам рассказывала как во франции переводы делаются тут я как-то застали они меня врасплох я говорю вы знаете у меня нету таких возможностей мы вообще-то не из россии приехали и не переводим так деньги они начали слово за слово да откуда вы а как вы а что вы мы из франции мы с ним немножко пообщались в общем вроде ребята симпатичные и я им сказал так я вам могу предложить вот что я схожу домой но мне надо будет вернуться и я вам возьму деньги и заплачу сколько считаю нужным конечно не 1500 рублей потому что совершенно неадекватная цена мы договорились на тысячу рублей я им вроде пообещала и они говорят вот сейчас уже мы уходим скоро то есть это вам надо будет быстро сбегать туда-сюда чтобы успеть и так далее вот так вот мы расстались санька мне говорит мама ну давай пойдем значит домой возьмем деньги надо успеть этим ребятам заплатить но они ему реально понравились а я себя почувствовала но я вам скажу такой совсем дурой почему я кому-то что-то должна я никого ни о каких услугах не просила сейчас я должна куда-то бежать какие-то деньги брать и так далее то есть вот у меня настроение вообще упала мгновенно хоть я и пошла домой с мыслью что я сейчас им действительно возьму деньги но вот по дороге у меня как-то мозги встали на место я говорю нет санечка ты знаешь что так деньги не делаются хоть я им пообещала но так сказать не повезло я не сразу сообразила и в такой ситуации я не успела просто сразу сообразить санька на меня начал наищать говорят но это так нечестно вот смотри вроде они там старались и так далее я говорю санечка вот давай порассуждаем во первых что произошло я их просила о каких-то услугах нет мы имели представление о том что это платная услуга нет они нас просто застали врасплох и так сказать потом поставили перед фактом что мы им должны такую большую сумму я говорю если бы на них было написано две минуты шуток и фотография с нами за 1500 рублей я говорю я бы в их сторону бы даже не посмотрела я тебе клянусь и ты бы даже в их сторону не посмотрел потом что это за цена во франции 1500 рублей это 18 евро по актуальному курсу во франции что мы получаем вот у нас рядом с домом м седы мезон до ла культюр я туда пойду и за эти деньги получу целый час профессионального танцевального спектакля или какое-то театральное театральную постановку увижу или музыкальный концерт да а тут почему-то они требуют за три минуты кривляний каких-то шуточек пошлых которые мне в общем-то и не понравились то есть это был совершенно не мой стиль но саньте понравилось ему было весело и вот он их постоянно вот всю дорогу защищал я говорю мне эта услуга была не нужна я не имела понятия об ее цене цена совершенно не соответствует качеству качество мне тоже не понравилось если честно так деньги не делаются посмотри например во франции приходит на дом репетитор занимается со школьником целый час именно по той дисциплине которая ему нужна объясняет доходчиво берет на себя обязательство какое-то ангажируется как-то оценки выровнять объяснить доходчиво ребенку да тоже приезжает может быть издалека уезжает ему тоже надо готовиться и он получает за час вот такой целенаправленной работы те же самые деньги которые эти ребята просят за две минуты за две минуты но ничего не делание грубо говоря санька у меня был под эмоциями мне пришлось вот ему долго ему да и себе в первую очередь объяснить что это нет ребята симпатичные ребята нормальные в общем-то они старались по-своему и все такое но я говорю вспомни в берлине как это делается тоже выступают молодые люди натягивают ковер огромный показывают какие-то сверхъестественные трюки акробатические причем это все длится полчаса собирается огромная толпа народу и только изредка кто-то кидает какую-то монетку причем не по 18 евро как эти просят за две минуты а люди кидают по 50 центов по евро ну максимум там по 2 евро я вообще-то очень люблю всякие уличные выступления когда люди стараются когда люди что-то показывают и пытаются таким образом заработать деньги мне это нравится но мне нравится когда это на добровольной основе я всегда кидаю монет я как правило даю детям чтобы дети сами кинули монет но опять же я не кидаю по 18 евро я кидаю вполне скромные суммы а эти требуют такую вот сумму то есть тут гораздо гораздо больше мошенничество чем чисто услуги и в общем я сказала что себе и саньки что я никому ничего не должна я говорю ты знаешь если мы их встретим когда-нибудь снова на набережной они наверняка здесь будут тусоваться и искать себе новых клиентов то я им заплачу заплачу столько сколько я считаю нужным 200 рублей от силы но не больше сына моего это так наполовину убедила насколько я понимаю он был вот так вот в эмоциях и в этом-то и весь смысл что там толком ничего они не сделали ничего от себя не подали но вот так вот на эмоциях они нас застали врасплох вроде мы такие веселые а вы такие жадные не хотите нам заплатить то есть для меня как выглядела эта ситуация когда я пришла в здравый ум а а санька им еще сказал говорит ой во франции такого нет и этот осел сразу крикнул и лошадь слышишь во франции такого нет нам надо срочно во францию ехать мы там денег заработаем во франции этот номер не пройдет я вам сразу говорю тут есть такое вот эти вот головы они называются такие персонажи наряженные называются гигантские головы и то есть это присутствует часто на каких-то массовых гуляниях на каких-то праздниках бывает что акция какая-то в супермаркете или в магазине к тебе подходит какой-нибудь огромный микки маус или какой-нибудь огромный миньон или другой персонаж тоже можно с ними фотографироваться он может тебе по плечу похлопать можешь у него на коленке посидеть пообниматься еще как-то смешно сфотографироваться но это все всегда бесплатно это все делается за бюджет маркетинга данной акции предприятия никогда клиент ничего такого не платит то есть вот эта услуга вообще существует такой тип развлечения людей но он в европе всегда бесплатен то что касается такого инициативных в частном порядке представления да как я вам уже рассказывала может человек взять скрипку начать играть добровольно ему можно кинуть какую-то монетку но опять же он никогда не будет на тебя набрасываться и говорить мы в двадцать первом веке вот давайте яндекс деньги давайте то давайте все у нас есть куча возможностей и так далее так далее бегите быстро за деньгами они то мы не успеем то есть вот тут такого нет во франции вообще никто никогда не будет платить 18 евро вот за две минуты кривляний никто и никогда тут люди очень даже прагматичные здесь так вот трудно народ застать вот врасплох и какие-то бешеные деньги чтобы заплатить и тем не менее это существует мошенничество происходит все равно тут и там но она более замаскированы в общем в европе люди гораздо более защищены считается что несколько правил должно быть соблюдено то есть если цена заранее не оглашена и ты даже получил уже какую-то услугу но тебе не было ясно сколько это стоит самого начала ты не обязан платить вот это прописано в законе далее если ты не просил об этой услуге а тебе ее навязали то ты тоже вправе от нее отказаться и не платить более того даже если ты письменно ангажировался и подписал какой-то контракт у тебя есть два дня на то чтобы все аннулировать без объяснений причин просто можешь сказать передумал и все и никаких проблем даже если уже твоя подпись стоит и так далее аннулировать надо тоже официально надо или уведомительным письмом или лично явиться и так сказать зафиксировать то что контракт аннулирован но это делается человеку даны два дня на то чтобы прийти в нормальное сознание и на трезвую голову оценить ситуацию а вот такие схемы когда человека ловят на месте и именно на эмоциональной ситуации играют да пусть они очень веселые милые ребята но сама схема она мошенническая сама схема когда ты предлагаешь услугу который конечно таких денег не стоит ее впихиваешь людям насильно и они не имеют понятия сколько ты с них стрясешь денег вот это вот схема очень даже мошенническая и ты с них требуешь здесь и сейчас потому что ты знаешь потом они придут домой и просто поймут что и что 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 это просто безумие такая ситуация напишите мне что вы думаете об этом может быть я такая жадная скряга и хороших ребят обманула но я считаю и мое мнение остается прежним что человек он должен уметь в таких ситуациях во первых в такую ситуацию идентифицировать сразу на месте а во вторых в такой ситуации он должен уметь сказать нет не так как я я я я растерялась я просто я просто не рассчитывала на это я не поняла начала оправдываться что у меня денег нет что я из франции нет в такой ситуации не надо оправдываться надо сказать да вы что ребята нет у вас не было написано что это так дорого стоит если бы я знала что это такие деньги да я бы никогда бы не подошла бы не воспользовалась вашими услугами и все а теперь вы вдруг меня ошарашили такой высокой ценой вот это надо уметь сказать я так считаю человек должен уметь защищаться от таких ситуаций сказать вы очень милые симпатичные ребята но за эти деньги мне эта услуга не нужна и не нравится идите своей дорогой как это не печально сказать что во франции мошенничество нет конечно было бы очень наивно она есть человека от него вот таким вот способом защищен как я вам сказал вот этот испытательный срок в два дня чтобы человеку прийти в себя и отказаться от навязанной услуги которая ему не нужна но эти мошеннические схемы продолжают действовать вот именно основанные на том что тебя взять врасплох именно какими-то эмоциональными способами тебя возбудить и внушить тебе что вот 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 это то что тебе нужно и так далее я тоже как-то попалась на очень известные выставки-ярмарки мне всучили дорогущий пылесос помню и тоже мне там его показывали и рассказывали да какой он замечательный да он может и то и то и все там было заранее готово специальные кусочки материала какого нужно на который быстро брызгалась грязь из которого быстро она чудесным образом убиралась этим пылесосом что там есть и утюг и влажная уборка и уборка давлением и чего там только не было в общем все в одном флаконе все совершенно замечательное замечательно причем я купила этот пылесос он у меня через несколько месяцев тут же сломался и я увидела что это этой фирмы больше нет то есть фирма была банкрот уже на тот момент они знали что они банкрот они уже знали что они не смогут обеспечить никакой ремонт про который они там тоже говорили говорили какой у них сервис и какое они там везде имеют представительство и так далее тогда то есть все это было мошенничество и на это все равно можно попасться такое есть но по крайней мере есть какие-то моменты вот я думаю то в тот момент вот с этим пылесосом я могла бы прийти домой если бы я очень хорошо знала законы посмотреть поры пойти назад аннулировать сделку и сказать вы знаете я передумала и так далее так далее то есть этому тоже надо учиться и может быть даже вот в таких простых ситуациях как с этими лошадью и ослом у саньки моего самый главный аргумент был что они такие веселые хорошие ребята а вот ничего не заработал но куда деваться хорошие ребята они тоже ищут свой способ заработка набьют свои шишки поймут что так легко деньги не получаются будут что-то другое делать я говорю мы все через это прошли такова жизнь скажите мне что вы об этом думаете пишите свои мысли пишите умеете ли вы вот в таких ситуациях быстро как бы на месте должным образом отреагировать очень интересно какой будет фидбэк всем спасибо заранее жду активности лайки дизлайки все что угодно комменты подписки обязательно это меня особо радует и до новых видосиков пока